Вся наша страна, республика наша и, естественно, наш Дагестанский государственный университет готовится отметить 100-летие со дня рождения Расула Гамзатова. Мы это уже не первый раз проводим мероприятия, посвященные этой дате уже несколько лет. В прошлом году у нас была большая конференция международная, встречи, вечера, различные викторины, конкурсы и так далее. Но это, может быть, в какой-то степени дежурное мероприятие, но вообще-то Расул Гамзатова был нашим человеком во всех смыслах этого слова. И недаром он сказал, что Дагестанский государственный университет – самое светлое сакля Дагестана. Я должен сказать, что это были не дежурные слова, это были искренние слова, которые высказал Расул Гамзату, потому что он очень любил университет, он с огромным удовольствием всегда приходил в университет, встречался со студентами, преподавателями, сотрудниками, собирал большие залы, бывал в небольших аудиториях. Он, например, возглавлял Дагестанский лицей, организованный Александром Федоровичем Назаревичем, и в этом лицее читал лекции, давал лицензии, характеристику, читал стихи, проводил кружок литературный, бывал на защитах дипломных работ, курсовых работ, на защитах диссертации, он мог прийти на заседание диссертационного совета и выступить там и так далее. Ну и, конечно, Расул Гамзату очень любил приходить сюда не один, а в составе целой делегации с певцами, с исполнителями, музыкантами, артистами, поэтами. И, конечно, всегда пользовался огромной поддержкой, уважением. С ним дружили многие наши коллеги, ректора. Вот я помню их дружбу с бывшим ректором университета Абутаиба Билычем. Абутаиба Билыч очень любил приглашать, чтобы Расул Гамзату выступал в актовом зале на Советской, Восемь тогда, на Каркмасова. Он нередко приходил на филологический факультет в нашем актовом зале, в наших аудиториях, часто бывал и выступал. Я должен сказать, что у Расула Гамзату было такое, может быть, несколько даже пристрастное, уважительное отношение к студентам и сотрудникам, университетским людям. Он дружил с тем же Александром Сёдовичем Назаревичем, который был прекрасным факталистом, ученым, деятелем науки, искусства, культуры. Я помню о том, как он высоко и хорошо отзывался о Расуле Магометьеве, нашем патриархе исторической науки. Он тесно дружил с Расулом Магометьевым. И дома у него, и на работе, и на встречах. Он подчеркивал, говорил об этом, и говорил очень так пламенно, говорил восторженно. Ну, например, по творчеству Расула Гамзату на факультете защищались докторские и кандидатские диссертации. Пишутся курсовые, дипломные работы, магистерские диссертации, изданы книги, сборники, посвященные Расулу Гамзату. Мы каждый год выпускаем студентов, которые выполняют и защищают эти работы. Это золотой фонд изучения творчества Расула Гамзату. У нас целые группы, целые кафедры занимаются его творчеством. И мы в этом году провели ряд конференций и встреч, посвященных Расулу Гамзату. У нас впереди еще одна международная конференция. В этом году недавно прошел вечер, посвященный столетию Расула Гамзату. Мы на этот вечер пригласили, и там выступали руководители секции, русской секции, даргинской, аварской, кумыгской секции. Наши студенты, которые писали стихи, и звучали там стихи Расула Гамзату, и стихи, посвященные Расулу Гамзату самому. Ну, в принципе, для нас Расул Гамзату – это родной человек, человек, которым мы гордимся, дружбой дорожим, и будем всегда чтить его память, изучать его творчество. Марсидар Лео Хватаевич, великий Расул Гамзату был большим другом Дагестанского государственного университета. Да, Расул Гамзатов был большим другом нашего университета. Он возглавляет Союз писателей, тогда ДАССР, Республики Дагестан. Он часто бывал в университете, проходил. Расул Гамзатов очень дружил с нашим ректором Абдуллим Абдуловичем. Очень много мероприятий проводили совместно. Именно на этих мероприятиях выдались эти дивизии, которые Расул Гамзатов с присущей ему точностью сформулировал. И то, что Дагестанский госуниверситет – самая светлая сакля Дагестана. Эта фраза всем известна, но у него есть еще одно высказывание про университет. В Дагестане очень много высоких вершин, но самая высокая – это Дагестанский государственный университет. Мы, конечно, вовлечены во все мероприятия, связанные с юбилеем великого Расула Гамзатова. Мы и в федеральной повестке, и в региональной повестке, и внутри наши университетские мероприятия также идут. Кроме того, в рамках федеральной повестки мы провели и студенческую весну нашу. Тематическую мы сделали в этом году и была посвящена тематика Расулу Гамзатову. Мы будем устанавливать быстро Расула Гамзатова перед Тигранским университетом имени Алабет-Табатаи. У нас мы запустили флешмоб. Ректора других наших российских вузов подхватили этот флешмоб по чтению стихов Расула Гамзатова. Мы провели большой волейбольный турнир Кубок ректора. Он был самым массовым у нас за последние годы и посвятили его в этом году 100-летию Расула Гамзатову. Расул Гамзатов не только великий поэт, но он и великий дагестанец, который очень достойно представлял нашу республику и на уровне нашей страны, и на уровне всего мира. Спасибо за интервью. Магомед Магомедович, я знал двух личностей Дагестана. Расул Гамзатов и Расул Магомедов. Вы хорошо были знакомы с Расулом Гамзатовым? Да, в разных ситуациях я встречался с ним довольно часто. Во-первых, его фраза «Университет – это самая светлая сакля Дагестана», она была сказана в университете. Он здесь ежегодно, раз в году, при всех ректорах, во все времена, он обязательно приходил, встречался со студентами, считал университет своим самым таким близким учреждением в Дагестане. Здесь были очень интересные мероприятия с участием представителей разных стран и разных городов и с участием Расула Гамзатова. Поэтому эта фраза не какая-то расхожая клише, эта фраза действительно связана с реальным отношением Расула Гамзатовича к Дагестанскому государственному университету. Поэтому мы потом довольно часто встречались с ним, когда он бывал почти каждую неделю у дяди моего, профессора Расула Магомедовича Магомедова. Они почти по четвергам собирались. Он приходил к Расулу Магомедовичу, уже не мог выходить, и он приходил сам. Хотя ему тоже было очень непросто ходить, но они очень ценили этот день, день общения друг с другом, общались очень долго. И, как ни странно, уже к концу жизни те отношения, которые у них сложились еще в ранней молодости, потому что Расул Магомедович и Гамзатова Цедаса жили в одном доме. Расул Магомедович жил, квартира Расула Магомедовича была над квартирой Гамзатова Цедасы. Естественно, эти семьи очень были близки друг к другу и знали очень хорошо, ценили отношения. Но к концу жизни отношения стали еще крепче, еще тверже. И к концу, когда вышло юбилейное издание Расула Гамзатова «Восьмитомник» тогда вышел, на каждом томе Расул Магомедович написал отдельное посвящение Расулу Магомедовичу. Это была удивительная такая мудрость, уважение друг к другу. Я вот общаясь с ними, когда они были вместе, учился очень многому и как человек, и как гражданин, и как патриот, потому что они касались абсолютно разных тем, которые интересовали тогдашнее общество, интересовали их самих. Это были вопросы истории, поэзии, литературы, этого мира, геополитики, состояния России. Это были настоящие патриоты страны, они любили его культуру, его поднимали, поднимали наш Дагестан, нашу историю. И в этом ценность того, что два таких Расула, великих человека, они были вместе, общались. И для меня это была большая школа жизни. И я очень ценю те мгновения, которые я провел вместе с этими двумя людьми. Спасибо за интервью. Магомед Исаевич, саламу алейкум. Вы были один из лучших студентов ДГУ в советское время. А встречались ли вы с Расулом Гамзатовым в то время? Вау алейкум, саламу, Магомед. Ну, лучший студент был или не лучший, это вопрос еще спорный. Но очень активная жизнь университета я, конечно, провел. Это председатель Субсовета был в выборах деканов экономически-торговых факультетов, принимал участие. Правком университета был, торгового факультета в свое время. И, в принципе, наверное, у меня, я и успевал, и общественной жизнью заниматься, и учиться, наверное. У меня было, когда я в университете учился, единственный студент, который был в свободном посещении. Я мог в любое время прийти на занятия, в любое время уходить. Главное, чтобы вовремя экзамен не сдавал, и никаких проблем у меня не возникало. И в то время, конечно, нашим великим Расулом, как в 2001-2003 годы, когда я работал главой хондарского муниципального образования, каждый день встречи, наверное, не бывало, но когда он приезжал и в университет, и когда были встречи в библиотеке, мы студенты, принимали активное участие, для нас было великое участие встретить великим Расулом. А университетская жизнь, конечно, она очень интересная для меня. Очень многое дала эта дагестанская государственная университет. При мне ректором был Абилов. В такое-то время, когда он ушел уже на заслуженный отдых, возглавил Дагестанский государственный университет, наш земляк, мой земляк, потлайчинец Ахмед Магомедович. Это был великий человек, великий организатор. Жаль, что его долгу не хватило, у него там с сердцем проблемы. Когда Ахмед Магомедовича не встал, после него он межзаметовал. И где-то в 1984-1989 годах и строя отряды, и остальные активные жители в университете, я всегда был рядом с университетом. И сегодня я тоже поддерживаю ректором университета, университета, великолепный человек, человек, который очень многое делает сегодня для университета. Матазар Альхулатевич, это мой друг, я могу сказать, если каждый день, даже министры не встречаются, любая встреча, любые мероприятия сегодня, которые идут в Абиловскую государственную университет, для меня это значимо. И я с удовольствием принимаю, знаю, не знаю их мероприятия, если услышу, я всегда рядом с университетом бываю. Матазар Альхулатевич большую работу провел в столетии Расула Гамзатова. Он молодец. Да, подготовка к столетию нашего великого Расула. Соревнование было буквально недавно среди преподавателей по волейболу, среди женщин и мужчин. Там тоже я принимал участие. Вообще во всех мероприятиях, которые сегодня университет ведет, какие-то мероприятия, особенно связанные с нашим великим Расулом, с удовольствием я их поддерживаю. Я рядом с ректором и преподавателем с МССОВом бываю. Спасибо за интервью. Спасибо. Спасибо тебе тоже, Магомед, за то, что ты нашел великого Расула. Вот так каждый день, каждый день его жизнь, которую люди не знают, подаешь чисто открыто для наших дагестанцев. Расул Гамзатов внес в весна ощутимый вклад в дагестанскую и российскую хаятирую. И поезду, если серия сказал, потому что он, поезду именно в весе серия, во время Советского Союза, было его первоначальные шаги, поезду становлений и так далее. И одновременно я хочу сказать, что именно в советское время были созданы все необходимые условия для развития таких талантов. И тогда были известные поэти, известные литераторы и так далее. И интерес людей к поэти раньше была более, я сказал бы, соки интерес. Сейчас этого почему-то не видно. Наверное, время такое. А все-таки я хотел бы сказать, что много его хороших произведений, литературных сборников. А вот возьмем «Мой Дагестан», «На горах моей сердце», «Четки лет» и разные другие произведения издавались и на русском, и на дагестанских языках, на языках народа мира и так далее. И вот, как в свое время говорил Аханфан Аббакар, он говорил, я беру народа, возвращаю народу. То же самое было у брату Лаконзакова. Пробое, то, что народное, как говорится, вот это говорит, когда народ берет и мудрость, и философию, и все интереснее у народа, и народ уже, как раз, сложили на поэтические стихи, возвращает одновременно народу. И поэтому, вроде бы, и калятся его стихи, вроде бы, и простыми, но одновременно философски сложными, можно сказать. И он желает просто многие сложные вещи человеческой жизни. В этом году он был первым гостем, который начал университета, и выступал перед студентами, и профессорством преподавателя Ксентосталов. Все его ученые любили и хорошо слушали, и интересно было, каждое его выступление слушать. И до сих пор помнят, как он сказал, что Дагестанский государственный университет является самой сильной циклой Дагестана. И в университете сейчас проводятся различные мероприятия в 100-летию цены рождения Розунда Амдакова. Розунда Амдакова внес большой вклад в эту предыду, именно осмыслению жизни человека, его предназначения в этой жизни. Спасибо за интервью. Сейчас мы находимся на открытии турнира по волейболу среди сотрудников и преподавателей ДГУ, который приурочен ко столетию дагестанского поэта Расула Гамзатова. Давайте заглянем внутрь и посмотрим, как обстоят дела. В этом году этот турнир посвящен столетию нашего поэта Расула Гамзатова. И охват в этом году, наверное, наиболее масштабный, чем в те годы. В те годы было 12, 14, 16 команд. В этом году 31 команда. Такого никогда еще не было за, наверное, 8-9 летний этап проведения этого турнира. Я когда говорю, что наш ректор играет в волейбол, участвует в турнире, они все шарахаются. Такого бытия, я говорю, да, играет за физический факультет. Поэтому это пропаганда здорового образа жизни. И большую благодарность выразить нашим союзным организациям. Они, как всегда, с нами и основные спонсоры, и основные соорганизаторы нашего турнира. Но в этом году у нас есть другие спонсоры. Магомед Магомедович, салам алейкум. Вы один из земляков Расула Гамзатова. Что-нибудь скажите, пожалуйста, про нашего знаменитого, легендарного Расула. Ну, про Расула можно много говорить бесконечно и долго. Конечно, это личность, которую прославил наш Тагестан на весь мир. Не только Тагестан, всю Россию. Поэтому, отрядно то, что в этом году Владимир Владимирович Путин назвал этот год годом Расула. В первую очередь, столетию со дня его рождения. Естественно, очень много мероприятий, которые запланированы на этот год. В том числе и наш университет принимает активное участие в этом плане мероприятий совместно с региональными мероприятиями, совместно с федеральными. У нас в плане федерального мероприятия включил студентская весна. Мы его уже провели. Также была конференция, международная конференция, которую провели на филологическом факультете. Студентская весна – один из таких конкурсов, таких масштабных конкурсов нашего университета. Его провели, мы, гала-концерт был 16 марта, очень на таком хорошем уровне. Прошел конкурс, были хорошие номера, на закрытии на этот гала-концерт присутствовала и дочь Расула Гонзартова, Салихат Расуловна. И она, в принципе, очень так лестно отозвалась именно по поводу этого конкурса и по самому университету. Как Расул Гонзартов, когда еще в свое время назвал этот фуз, наш, самый светлый сакли Дагестана. Поэтому мы гордимся этим и всегда почетим именно вот это высказывание и держим. Кроме этого, у нас как раз на этом гала-концерте ректор разручил, как он другое такое высказывали, он сказал, что в Дагестане есть много вершин, и одна из вершин – это Дагестанский государственный университет. Поэтому очень много моментов, связанных с Расулом Гонзартовым, наш университет. Кроме этого, у нас спортивные мероприятия, у нас большие традиции по проведению спортивных мероприятий. И традиционный наш кубок ректора в этом году был приурочен столетию Расула Гонзартова. Он прошел на высоком уровне, приняли участие, рекордное количество команд приняли участие, 32 команды участвовали. Это 18 команд мужских и 14 команд женских. Это впервые такое масштабное мероприятие. И провели его на таком хорошем уровне, были хорошие призы, подарки. Кроме этих мероприятий у нас практически каждую неделю проходят всякие конференции, и культурно-творческие мероприятия, именно связанные с юбилеем Расулы Гонзартова. И у нас, помимо этого, еще запланировано много мероприятий. Также пройдет и как раз в день рождения, в сентябре, приуроченные вот эти наши мероприятия. И флешмоб будет совместно с Министерством молодежной политики и с Министерством культуры республики. Так что, я думаю, мы активное участие принимаем. Помимо наших мероприятий, у нас очень много совместных мероприятий с Министерством образования, Министерством молодежной политики, с управлением спорта, туризма и работой с молодежью. У нас новое управление, мы с комитетом с ними у нас соответственное сотрудничество. Мы все дагестанцы являемся его земляком. Мне удалось вживую с ним разговаривать, видеть его. И это был очень остроумный, очень умный, очень мудрый человек. Очень много любил, шутил. И вот этот, даже в поклонном возрасте, в поклонном возрасте 80-летий мы проводили турнир Кубок Дружбы. Кстати, он в этом году тоже включен в федеральный план мероприятия Кубок Дружбы. Он теперь уже немножко масштаб другой, все российского уровня. Первый вот этот турнир, который проводился в живом с организатором, он сидел, смотрел эти игры. Да, 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 фундаментская команда, я помню, первое место заняла. С чемпионом и стала как раз команда родами с организатором. На самом деле, да, мы должны гандиться, конечно. Поэтому, я думаю, не только столетие, и каждый год, каждый юбилей мы должны отмечать и праздновать эти дни. Спасибо, спасибо за интервью. Пожалуйста.